Ликбез для садоводов. Так можно назвать очередную встречу с председателями СНТ, к которым минувший четверг приехали представители органов власти, депутаты и сотрудники областного руководства. Для выступления на этом учебном занятии депутат Московской областной думы, председатель Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин пригласил заместителя министра имущественных отношений Московской области Юрия Лаврякова, который рассказал о том, какие вопросы, поднимавшиеся садоводами, ставились властями во главу угла в текущей работе за последнее время. Этот год мы посвятили помощи в регистрации прав по дачной амнистии. С одной стороны, дачная амнистия продлилась, с другой стороны, сейчас возникают важные проекты, газификация, энергоснабжение, которые требуют непосредственно уже регистрации права. Более того, мы сейчас понимаем для Подмосковья, насколько актуально вопрос комфорта и жизнеобеспечения садовода, потому что идет активная миграция из столицы к нам. На встрече была представлена актуальная информация по применению профильного законодательства. Обсуждались действующие и готовящиеся для принятия нормы федерального закона номер 217 о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Мы стараемся законодательством поспевать за ходом нашей жизни. Не случайно Московская областная дума является законодателем изменений в этой сфере. Мы за прошедшие пять лет более 40 поправок 217 ФСЗ направились. Сейчас еще подготовлен пакет поправок в этот закон для того, чтобы решить вот эти очень многие вопросы, которые мы сегодня обсудили. На встрече отмечалось, что в Щелкове в течение прошлого года почти 7 тысяч владельцев земельных участков были уведомлены о необходимости постановки домов на кадастровый учет. Это позволило увеличить вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости на 7%. В нынешнем 2021 году эта работа продолжается по более чем пяти тысячам земельных участков. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.